Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Ой, у нас сегодня такое солнце. Я начинаю новый влог. На улице у нас весна. Сегодня, правда, был жуткий ветер и дождь. А мы едем за ёлкой. Выбирать ёлку. Хочу съездить сейчас. Попросила мужа съездить в метро, чтобы посмотреть, что там появилось. Потому что хочу по жду ёлку. Из той квартиры не стали забирать. Вот. Но на улице вообще абсолютно не зима. Нет никакого зимнего присутствия. Ощущение. И вроде как уже и хочется этот Новый год, этого праздника. И в то же время хочется, чтобы ты, не выглядывая в окно, это ощущал. Еще мы вчера вечером с мужем забрали кое-какую мебель. Нам пришла из Икеи еще мебель. Так что, может быть, в ближайшее время тоже будем собирать. Продолжение следует... И вот эти, конечно, ёлочки, они вообще как натуральные. Даже вот эта вот обработка веточки коричневой, да, как натуральное дерево. Очень красивые ёлки. Но мы сейчас будем смотреть нашу высоту, потому что вот эта вот ель 180 сантиметров. Вот примерно цена. Вот здесь вот побольше. Мы хотим чисто литую, без вкраплений. Потому что есть вот такие вот, летая на концах. И вот здесь вот обычная. Мне, честно говоря, вот такой вот вид уже надоел. Больше такого не хочу. Хотим полностью литую. А вот как раз, но правда стоит достаточно дорого. Здесь 240 сантиметров. Это, честно говоря, для нас высоковато. Нам бы и по идеалу 225-230. Стоит 37 тысяч. Но это вот именно по виду то, что я бы хотела себе. Вот такая вот очень красивая, шикарная, правильная такой формы. Не сильно раскидистая, не широкая, какая-то не круглая. В общем, красиво выполнена ёлочка. Сейчас ещё посмотрим, какие есть. Есть ещё вот такая. Видите, здесь на концах более светлые веточки. Но они смотрятся не так натурально, мне кажется, как вот эти. Этот цвет светлый очень сильно контрастирует с тёмным. Если бы был немножечко он приглушённый, было бы, мне кажется, лучше. Но это моё мнение. В общем, не знаю, как будто она как выгоренная. А вот это вот прям красотка. Ещё смотрите, в метро есть какая корзина для того, чтобы основание ёлки ставить. Как оформить низ ёлки, это всегда большая проблема. У меня есть белый плед, и я и мука укутываю, смотрится как снег. Но мне кажется, вот такая корзина более мрачно смотрится. Мне всё-таки, если бы она была белая, я бы однозначно её взяла. Стоит, кстати, 4 тысячи, тоже не дёшево. В общем, из ёлок здесь выбора практически нет. Полностью литых. Все вот такие вот. И цены на них совсем не дешёвые. Я так думаю, что это сделано специально, чтобы потом просто снизить цену, когда уже будет ближе к Новому году, и получить свою выгоду в том числе. Вот, на той стороне, там вообще ёлки все обычные, нелитые. Здесь одна беленькая красавица, кстати, в маленькую квартиру, мне кажется, очень красивая. Так что сейчас ездили, забрали, покажу вам коробки. В общем, покажу то, что я заказала. И уже с вами чуть позже будем, наверное, собирать то, что, в принципе, я заказала, и расставлять так по квартире. Смотреть я очень рада, потому что, наконец-таки, у меня появятся полки, у меня появится место для хранения. Потому что потихонечку начинаю покупать то, что будет предназначено именно для хранения. Тумбочки, ящики, в общем, стеллажи. И совсем скоро уже, наверное, будем переходить к обустройству гардеробной. Это очень большая такая ниша, которой я безумно боюсь, на самом деле. Потому что для меня это впервые, и я не знаю, с чего вообще начинать. И как вообще правильно это делать. В общем, ладно, давайте покажу, что заказала в Икее. Здесь у нас стоят две тумбочки. Одна вот там, одна вот здесь. Это прикроватные тумбочки Мальм. Я решила заказать именно их, потому что у нас в нашей спальне стоит комод Мальм. И мне кажется, что будет тоже красиво, если все будет из единой серии. Мне не нужно выбирать как-то, сочетать цвета. Мне не нужно что-то там подбирать, чтобы белый был именно в том оттенке, как у нас. Комод большой. Поэтому мне показалось это очень удобным. Также эти тумбочки, они достаточно вместительные. Здесь два выдвижных ящика. Туда можно положить все, что нужно и необходимо именно около кровати. И плюс ко всему, они очень хорошего размера и по высоте, и по ширине. То есть мне показалось это самым, наверное, оптимальным сейчас на данный момент выходом. Я смотрела деревянные тумбочки, но все-таки, знаете, засомневалась по расцветке. Поэтому решила заказать такие же, чтобы все было из единой цветовой гаммы. И также, конечно, немаловажный вопрос. Это вопрос цены. Эти тумбочки стоят всего 2,5 тысячи. Поэтому я решила их заказать. Здесь у меня комод Калакс, вернее, вот этот стеллаж Калакс. И к нему 2 ящика, такие дверки закрывающиеся. Потому что я посмотрела, вот эти ящички, которые выдвижные, они не очень мне показалось вместительные. И как-то больше, мне кажется, места занимают, нежели дают. Поэтому заказала Калакс и заказала 2 дверки. Скорее всего, их буду ставить либо вот так, наискось, либо, может быть, нижние закрою, а верхние оставлю открытыми полочками. И также вот здесь стоит телаж, как я вам показывала, черный, только в белом цвете. И вот он уже высокий, потому что он пойдет к нам вот сюда вот в ванную комнату. И будет стоять вот здесь в углу. Я очень надеюсь, что он как-то не затронет полотенце. Но в любом случае, эти крючки пока временные. В дальнейшем я здесь буду искать и вешать какую-то такую держатель для полотенец с полочкой. И мне хочется, чтобы вот здесь стоял этот стеллаж. Может быть, кстати, часть полотенец я как-то тоже организую именно в этом стеллаже. Будем готовить пп-кексы, всего из 5 ингредиентов. И для пп-кексов нам с вами понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки любого сахарозаменителя, 4 столовые ложки какао, 2 банана, 120 грамм муки. У меня здесь половина кокосовой, половина рисовой и 2 чайные ложки разрыхлителя. Банан перекладываем в отдельную мисочку и разминаем его вилкой. Разбиваем в миску яйца. Добавляем щепотку соли. Все хорошенько перемешиваем. Какао вы можете добавлять по желанию. Если хотите оставить кексы светлыми, то просто не добавляйте. Я хочу шоколадный, поэтому добавляю какао. Вот такое тугое, но эластичное тесто у нас получилось. И теперь мы будем его перекладывать в формочки. Наши кексики в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 20-30 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Еще решила также по-быстрому сделать пиццу. У меня оставался лаваш и сейчас мы с вами будем делать быструю легкую пиццу на сковородке. Для этого нам потребуются листы лаваша. Их смазываем соусом. У меня здесь кетчуп и сметану, но вы можете взять майонез или то, что вы любите. Дальше посыпаем немножко сыром тертым и укладываем второй лист лаваша и отправляем на огонь, чтобы сыр расплавился и два листа лаваша как бы соединились и превратились в основу для пиццы. Ну а в качестве начинки вы можете добавлять все, что вам нравится. Я взяла немножечко ветчины, соленые огурцы, помидоры и сыр. Это то, что у меня здесь оставалось. Если вдруг вы обратите внимание, увидите, что я готовлю не на своей нынешней кухне. Да, я сейчас нахожусь в нашей старой квартире. Мы заехали сюда по делам. И в общем, пока Леша занимается здесь делами, я решила что-нибудь приготовить. И вот то, что у меня, как говорится, было под рукой, вот из этого и будет состоять наш обед. Испекла шоколадные кексы. Хотели, в принципе, попить только чай, но я решила, что пицца не будет никогда лишней, поэтому решила сделать ее. Мы частенько сюда заезжаем на квартиру и здесь еще кое-какие продукты в холодильнике лежат. Поэтому вот то, что было, все насыпало на эту пиццу и, в принципе, сейчас мы и перекусим. Знаете, что мы сейчас собираемся делать? Мы решили попробовать собрать шкафы, которые мне пришли. В общем, начнем мы сейчас с той тумбочки, вернее, со стеллажа Калакс, который я хочу расположить в детской комнате, чтобы он был именно в виде тумба под телевизор. Так что готовимся. Вон Ваня уже разложил все инструменты. И сейчас будем собирать. У нас уже, правда, вечереет. Но, как говорится, это нам не помеха. Ваня, как говорится, уже во всеоружии. Больше всех он хотел собирать шкафы. Папа у нас сегодня задерживается на работе, поэтому мы решили начать без него. И даже если, в принципе, он не успеет, ничего страшного в этом нет. Вы знаете, я такой человек по характеру. Если мне что-то надо, значит, мне надо. И преград не существует. Если я что-то хочу купить в магазине, я могу поехать туда и ночью, если у меня появилась идея, если этот магазин работает. У меня есть помощники, есть дети, поэтому я надеюсь, что мы справимся. Единственное, мне нужно разобраться вот с этим шайтан-прибором, который называется дрель, потому что я буду пользоваться первый раз. Вот видите, даже дети мне подсказывают, какую сюда насадку нужно вставить. Решили мы начать сборку мебели со стеллажа Calyx. Все-таки это, наверное, более важно сейчас, потому что телевизор пока стоит на Дашином письменном столе. Это, конечно, не дело, его нужно переставить. Поэтому будем собирать стеллаж, который будет полкой под телевизор, тумбой под телевизор. И также туда я хочу убрать детские игрушки, особенно Ванины, потому что, несмотря на то, что мы не перевезли очень много игрушек со старой квартиры, слава богу, и я не планирую их перевозить. Но уже даже здесь, сейчас, в этой квартире много игрушек, поэтому я хочу в одну из вот этих ячеек поставить короб. И в этом коробе будут Ванины игрушки, также еще часть Ваниных развивашек. Она будет находиться под его кроватью. Там есть такой специальный шкафчик. Вот. И, в общем, я надеюсь, что просто в их комнате всегда будет порядок. Так что сейчас с помощью моих детей начинаем собирать. Оказалось, все, кстати, довольно просто. Просто я немножечко углубилась в инструкцию, но потом решила, что нужно просто действовать. И, открыв инструкцию, начала просто как конструктор один, два, три, выполнять те шаги, те действия, которые описаны. И, конечно, в этом плане мебель икея просто находка для девушек, для женщин. Потому что это может собрать любой, даже ребенок. Единственное, что нужна какая-то дополнительная помощь, руки. Но в любом случае очень легко, очень все просто собирается. И, в общем, мне даже понравилось это занятие, потому что это, знаете, какая-то такая своеобразного рода медитация. Особенно, когда потом в конечном итоге видишь результат. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пока промежуточный результат, потому что вместо вот этой вот коробки я хочу купить какой-нибудь деревянный короб, либо, может быть, чисто белый. Ну, в общем, что-нибудь еще хочу сделать. Мне нравится, как это смотрится. Единственное, я, конечно, не думала, что вот эта вот розетка, она останется вот так видна. Что-нибудь тоже надо, наверное, придумать. А, да, еще что хочу заменить, это ручки. Здесь ручки вот такие вот железные, простенькие. Я хочу купить что-нибудь такое поинтереснее. А вообще в Леруа хочу посмотреть вот такого вот качества из этой же серии. Пуговки, может быть, будут, чтобы смотрелись уже эти... Эта мебель смотрелась уже как единое целое, потому что эти ручки меня совсем не устраивают. И также вот это вот. Меня тоже не очень устраивает. Думаю, что с этим сделать. Вообще, конечно, идеально, если бы здесь была еще деревянная столешница сверху, тогда бы эта полка смотрелась просто великолепно. С ножками тоже все очень круто. Ножки эти просто потрясающие. Они не от этого стеллажа. Они от Экета, по-моему, и сами называются Экет. Но я туда их привинтила, просверлила отверстия, и все нормально. Они стоят просто идеально. Так что вот так. Немножечко детское у нас преобразилось. Мне также нравится, кстати, как смотрится здесь телевизор, потому что Ваня не слишком будет на него ориентироваться. И, в принципе, телевизор в основном будет виден для Даши. Мне это тоже было важно, потому что мне не хочется, чтобы Ваня перед сном постоянно тырился в этот телевизор, а она частенько перед сном включает, чтобы что-нибудь так посмотреть. Также здесь я еще хочу прикупить в центр маленький коврик. И тоже, если Ваня будет играть, то телевизор будет на достаточном удалении и даже еще на высоте. То есть не постоянно, знаете, вот так перед глазами. Тоже еще один такой немаловажный факт. Всем привет! У нас уже другой день. Я только что приехала из Леруа. Поехала я туда за ручками к детскому стеллажу и купила себе еще вот таких вот банок. Девочки, как они мне понравились, насколько они удобные. Они удобные в использовании, они красиво расположены. И одна из моих подписчиц меня напугала. Она написала, что у них в Леруа ей сказали, что они вышли, сняты с производства, вышли из ассортимента. Поэтому я быстрее помчалась. Но у нас, в нашем Леруа, девочка мне сказала, что нет. У нас они нормально. В нормальном количестве поступают. Никакой информации о том, что они снимаются с производства нет. И вообще она их постоянно заказывает. Она даже пошла еще дополнительно, уточнила этот вопрос. Она постоянно их заказывает, потому что они пользуются популярностью, постоянно их берут. Она сказала, что она даже сама себе набрала практически коробку таких банок. Поэтому я купила вот такие вот высокие. Они здесь на 2 литра 25 миллилитров. Две взяла. Это для высоких макарошек, потому что те икеевские, которые я покупала, и я думала, что именно они у меня высокие, будут стоять для макаронов. Они у меня, оказывается, по высоте не вмещаются в мою полку. Представляете? Теперь я, честно говоря, даже не знаю, для чего их использовать, потому что для муки у меня большие круглые банки из икеи. Они мне безумно нравятся. Вот. А вот те высокие, теперь не знаю даже, подо что использовать. Ну, ладно, придумаю что-нибудь. Также взяла две вот таких вот средних. Этот объем 1,3. И взяла две маленькие. Вот. По 0,6. Вот таким вот образом они у меня располагаются в шкафчике. И, в общем, очень хорошо стоят. Сейчас вам покажу, что еще купила. Девчонки, я не знаю, что у меня творится в ванной со светильниками, в натяжном потолке. В общем, у нас там моргают две лампочки. Вроде как уже электрик пришел, проверил провода. Там все нормально. Когда мне делали ремонт, у меня тоже электрики проверяли провода. Там было все нормально. Два электрика это делали. Вот. Поэтому я грешу либо на бракованный светильник, либо на лампочки. И, в общем, решила купить вот такую вот лампочку, попробовать. Может быть, с ней будет работать лучше. У нас вот такой вот цоколь GX53. И я взяла 7 ватт, которая равняется 60 ватт обычных там лампочек лича. И я всегда беру холодный свет. Вообще, у меня сейчас лампочки по 75, ну, то есть на 8 или на 9 ватт. Вот таких вот. Но таких не было. В Леруа взяла только вот эти. Они там, кстати, дешевле. Также взяла вот такие вот крепления. Они вообще предназначены для картин, для постеров. 4 килограмма выдерживают. Не нужно вкручивать что-то в стены. Я, честно говоря, это взяла для новогоднего украшения, потому что вот там лежат рамочки. И я с этими рамками хочу сделать такие новогодние постеры. И вот именно для них я взяла вот такое крепление. И также вот такие вот крючки. Они, кстати, выдерживают 2 как бы по килограмму. То есть, если 2 вешу, то 2 килограмма. И я не знаю, то ли тоже вот эти вот рамки с постерами повешу, либо еще венок рождественский мне тоже нужно прикрепить. Я не хочется дверь там не сверлить, не что-то еще делать. В общем, попробую. Разные взяла. Как раз посмотрим. В основном вот такая вот фирма и везде представлена. Вот эту увидела первый раз, но решила взять. Также взяла вот такие вот рамки. Именно без каких-либо окантовок, без ну, самой, да, вот этого, без самого багета. Но это просто единственная рамка, которая была вот такого именно размера 24 на 30, а мне в принципе нужна 26 на 32. Ну, также, как я вам сказала, баночки купила еще, заехала в наш ремонтный магазин. Взяла вот такой вот белый шпагат, потому что джут у меня есть этот, который такой коричневый, а вот белый увидела первый раз. Это тоже для поделок. Также вот такую вот щеточку взяла маленькую. я хочу ее использовать на кухне. Я такой щеткой чищу всегда картошку. Если я запекаю картошку в мундире или варю картошку в мундире, то я не могу ее просто помыть водой и бросить вариться. Я всегда чищу щеточкой. Вот, поэтому такая вот маленькая щеточка мне на кухне нужна. Видите, прям совсем маликусенькая. И вот такую вот побольше взяла. Это уже щетка для обуви. я на самом деле первый раз увидела щетки в белом цвете. В основном все они всегда какого-нибудь ярко-бирюзового, зеленого, розового, оранжевого цвета. А тут такие очень стильные щетки. И самое главное вам не показала, это ручки. Ручки на стеллаж в детскую комнату. Поставим и уже покажу вам наглядно. Они очень похожи. хорошо, что в Леруа вот можно вот так вот достать ручку, сравнить, посмотреть. Здесь по цвету они практически идентичны. Единственное, что немножечко, наверное, стиль отличается. Но вот у той, которая из этой линейки, тоже стиль отличает. Они, знаете, такие неровненькие. То есть вот эта ручка, она очень такая классическая, ровная, обычная. Если бы такие были даже пусть маленькие или какие-нибудь квадратненькие, я бы обязательно такие взяла. Но они были вообще не такие. То есть они были такие, как конусом, какие-то закругленные у основания. В общем, мне абсолютно не понравились. Смотрите, как классно. Не знаю, нравится вам или нет, или вам нравились больше прошлые. Напишите в комментариях, как вам. Но мне кажется, что здесь даже по стилю теперь вот с этим вот коробом подходит все. Если бы, конечно, эта комната была чистой, девчачья, то можно было бы и вот этот вот короб оставлять. Но я в любом случае еще посмотрю. Я сильно на это сейчас не обращаю внимания. И с ручками от шкафа они в одной цветовой гамме и смотрятся просто великолепно. Мне очень нравится. Для того, чтобы вам показать, для фотографии тоже убирала вот эти игрушки. Но это Ваня вчера поставил, поэтому вернула на место от греха подальше. А то придет еще мне начнет предъявлять. В общем, девчонки, класс. Мне нравится, как это выглядит. Ручки на самом деле делают свое дело. Вот как только на каком-нибудь шкафчике, комоде, стеллаже, меняешь ручки, все совсем другой вид у мебели.